Ну что, дорогие друзья, всем привет, меня зовут Настя, это канал Афтрисоль, и у меня для вас вот такой вот экспресс-включение сегодня. Дело в том, что я должна признаться, последнее видео, которое снято на таком ярком цветном фоне, записанное еще в Москве, и получается это аж два месяца назад, за два месяца произошло путешествие во Францию, видео можете посмотреть, и в нем я рассказываю об ароматах, которые у меня появились, и на данный момент это все ароматы новые, которые у меня появились, но дело в том, что в видео о Франции, естественно, я не делаю какой-то акцент конкретно на ароматах, поэтому я решила, что вам необходимо узнать о каждом аромате, который выпал в мою коллекцию, в мой партнерный шкаф более подробно. Вот, сейчас я проживаю в другой стране, и в ближайшее время, если я буду делиться какими-то преферными новинками, то они будут непосредственно как-то связаны с тем, что есть здесь. Какие-то, возможно, интересные бренды, или же, собственно, какие-то снятости. Уже расскажу о снятости, которые я обнаружила здесь. Несколько лет назад я познакомилась с ароматом от бренда Prada, который называется, словом, похожий на миндаль, и, собственно, он посвящен пудровой миндальности или миндальной пудре. Ну, так вот, спустя какое-то время я узнала о том, что этот аромат снят. Затем я случайно попала на интервью Екатерины Варнамы, где она говорила, что это ее любимый аромат. Для чего это рассказываю, не знаю, просто для какой-то информации. Вот, и я долгое время искала в магазинах, в каких-то онлайн-ресурсах, и нигде его не было. Приехав сюда, в эту страну, я, собственно, зашла в первую попавшуюся сифору, и каково было удивление оперативников, когда я увидела на стенде Prada этот аромат. Я его, наконец, собственно, потестила, и вот сейчас думаю, это он нужен мне или нет, потому что аромат, действительно, потрясающий, но он из разряда тех ароматов, которых у меня почти нет, а именно близкокожные, интимно-пудрово-телесные, то есть он такой максимально, знаете, такой немножко тальковый какой-то даже, такой аромат чистоты, но не про белые рубашки, а про такую, знаете, немножко младенческую, младенческую попку, просыпанную сахарной пудрой, вот как-то вот так вот. Но сейчас не об этом, сейчас об ароматах, которые попали ко мне в коллекцию, а именно их целых шесть штук. Среди них есть полноразмерный флакон, и думаю, я вас не сильно удивлю, потому что в последнее время этот аромат, ну, очень популярен, благодаря, естественно, парфюмерным инфлюенсерам, парфюмерным блогерам. Первый раз я попробовала этот аромат в мае, в космотеке в Питере. Я просто пошла туда погуляться и увидела вот этот вот бренд. И, собственно, меня привлек этот флакон, потому что это самый цветной флакон этого бренда. Все остальные, собственно, футляры ароматов черного цвета и только один оранжевый. И тогда во влажной такой питерской погоде он меня не привлек, потому что, что здесь правило, туберозы. И тогда, когда я его тестировала в Питере, я, значит, вышла в атмосферу, да, в климат питерских улиц, и он меня не сильно привлек. Но я решила все-таки дать свой второй шанс, и этот второй шанс был в Париже. То есть в новом калимате уже не схожем на питерские. Я про влажность сейчас не про количество массов и рек, а именно про ту вот эту атмосферу праздника. И я дочиталась об этом аромате, что этот аромат действительно такой радостный, абсолютно праздничный-праздничный. И, собственно, так и получилось. Это мне было очень грустно. Я была только в начале своего лечения. И, в общем, я нанесла этот аромат и потеряла голову. Это был тот день, когда вышло 100 мл этого аромата, и я стояла возле этого корня, но я думала, брать сразу сотку или взять все-таки тридцатку. Но я решила все-таки, да, не разгоняться так сильно. Я взяла 30 мл, и это потрясающий эликсир. Я не слышу здесь той табирозы, которую слышала в Питере. Она здесь абсолютно фруктовая. Я слышу здесь фрукты, маракуя, манго, персики. Вот эти все радостные такие сочные, соком брызгающие фрукты, которые меня максимально радуют. Я чувствую здесь табирозу, и я чувствую здесь вот эту праздничную хамелеонность, которая делает это прямо на шведоврайном. Он ни на что не похожий. Он не плоский. Он не однотональный. Он настолько действительно вариационный. То есть в Париже я чувствовала здесь фрукты. И сейчас, когда я приехала уже в такую демисезонную погоду, когда то плюс, то не минус, конечно же, то есть то жарко, то тепло, то прохладно, без холода, конечно, здесь уже вылезает некая такая зеленая травность. Немножко как будто бы вот этот вот флер вот этой вот табирозки, но действительно флер. Тут нет вот этого жирного аккорда слой табирозы, который меня всегда пугал. Но здесь это очень красиво, и это действительно очень красивый аромат. Если мы говорим именно об искусстве аромата, а не просто каком-то полевательном компотике, или просто какой-то цветочной такой отдушке, то это про него. Это действительно искусство. Этот аромат действительно уникален. И он уникален не только у своего бренда, потому что он отличается, а он уникален вообще, вот, если его сравнить со всеми шедеврами и со всеми привлекательными ароматами последних лет. В общем, вот такой вот у нас красавец. Также в своем видео о путешествии в Франции я говорила о четырех ароматах Малинар. И первый, конечно же, это Хабанита. Хабанита, Абанита. Я все взяла вот в таких вот 7-миллилитровых роликовых флакончиках, маленьких таких тревелах. Ну, потому что мне это симпатично. Я не хотела пести тяжелые флаконы. Я хотела просто, чтобы эти ароматы были как некие такие воспоминания, как переносы, как машина времени в какое-то конкретное мгновение. В общем, о Хабаните говорить много не буду. Я думаю, вы все знакомы с этим ароматом. Все те, кто интересуется кофемерией, это хорошая старая школа. Это аромат с большой историей. Это аромат такой же многогранный, такой же многогранный, наверное, как и коза, но тут немножко другой флёр. Тут немножко другая тональность. Он более готический, на мой взгляд, более меланхоличный. На мой взгляд, Хабанита, она более понятна, особенно для барышень, которые любят шанельевскую школу парфюмерии и которые любят хорошие ретро-ароматы и в чём уникум Хабанита в том, что это аромат, который не теряет своей актуальности, не теряет своей шедевральности. Это получение, что он трансформируется с каждым плодом, хотя, мне кажется, на самом деле, сама составляющая, сами компоненты не сильно меняются, они не заменяются какими-то иными вообще историями, то есть, возможно, там какая-то концентрация меняется или количество компонента, или его формула, ну, чуть-чуть, чуть-чуть всем, то есть, немножко там, специй чуть-чуть в пропорциях изменяются, но в целом Хабанита действительно прекрасна. Этот аромат прежде всего купил для своей мамы, потому что когда-то давно мы с ней в Рикоши его тестили, и тогда она не очень решилась на него и выбрала пудр от Нарцисса, но у него был запрос именно на пудровый аромат. Для меня Хабанита — это именно такой хороший ретро-пудровый аромат с такой многогранностью и, опять же, автористской хмиллионностью, но я называю это, наверное, больше не хмиллионность, а именно полифоничность, то есть он как-то такое многоголосное произведение, именно поэтому для меня Хабанита, естественно, ассоциируется с музыкой, то есть этот аромат... Плющий! Немножко прервемся, разорвем круг Малинаров, прервемся на Космогоне про Зерпина. Это аромат, который я купила еще, находясь в Москве, и, опять же, хочу подтвердить ощущение своих... Точнее, поддержать мнение моих коллег, каковмерных блогеров, что про Зерпина — это, конечно, аромат для жертвого теплого климата. Я абсолютно его не поняла в прохладной осенней Москве, потому что осень в Москве я уже была в сентябре, когда я еще там была, когда я еще там жила, и сейчас, когда у меня светит палящее солнце, я надела свитер, потому что холодно, потому что он красивый, и я должна его покачать. Женщины. Про Зерпина, она действительно тоже история про Коко Шанель, про вот эту вот ретро-школу, про такой современный шифр, но все-таки я постоянно его подношу к носу. То, что он настолько атмосферный, мне так и он нравится, я никогда бы не подумала, что меня будут интересовать подобного рода ароматы, именно ароматы старой школы, но про Зерпина, как Коко Шанель, конечно, разбивают все шаблоны вот своим вот таким вот, знаете, каким-то конкретным, конкретным взглядом, конкретным мнением и конкретной позицией. То есть в про Зерпине чувствуется характер, и я обожаю это и в парфюмерии в том числе, не только в людях. Я люблю, когда аромат в своей сложности имеет этот вот стержень, который читаем. Многие называют это ДНК ароматом. Я называю это вот таким вот, знаете, действительно характером. И все мы знаем, каково множество шибровых ароматов, и есть ли в них те прекрасные, которые мы любим, но есть же еще и проходящие или плохо собранные. Для меня это просто те ароматы, в которых нет вот этого самого стержня, нет этого ядра, вокруг которого все собирается. То есть в нем есть просто какая-то вот какая-то какофония, каких-то нот, травы и амбры, вот это вот все понамешано. И очень часто такое можно встретить, когда какой-то бюджетный парфюмерий, в каких-то ароматах, которые стоят в масс-маркетовских каких-то магазинах или вообще в продуктовых супермаркетах такое тоже бывает. Но вот прозерпина для меня, как и в целом ароматы от Бракар и их подбренды Космогония, для меня это, знаете, действительно такая очень крутая альтернатива в бюджетных ароматах, когда действительно все сделано вот просто на высочайшем уровне. И это ни в коем случае не какое-то опять привлечение внимания к бренду Бракар. У Бракар есть и темная сторона этих ароматов в стиле светской львицы, такси и вот этих всех фруктовых водичек, чтобы, как сказать, не разрушать миф о том, что они все-таки бюджетно правят, они должны создавать и такие ароматы. Но есть еще и вот такая вот линейка, стоимость которой действительно бюджетна, а составляющая и содержимое ну как бы не может не привлекать внимание. И один раз хотя бы потестить это и ощутить эту атмосферу, ну это как смотреть в музее и посмотреть какую-то великую картину. Это стоит увидеть и это стоит услышать. Мы возвращаемся к Малинарам. Асмантус, это вот такой вот такой вот флакончик трэпл формата. Да, это такой прекрасный персик шампунковный. Долгое время я хотела его всю в коллекцию в полноразмерном флаконе, но стойкость аромата опять же меня немножко смутила. Мне нравятся композиции и мне нравится вкус парфюмерный дома Малинар, но для меня очень важны составляющие аромата по нескольким критериям. И одна из самых важных составляющих это, конечно же, стойкость, консистенция, потому что я обладатель горячей кожи и специфической кожи, то есть на мне не каждый аромат раскрывается, так как он задуман раскрываться. Асмантус из той категории, которая отлично раскрывается на моей коже, но стойкость, конечно, оставляет желать лучшего. И для меня именно поэтому я взяла этот аромат в таком формате, чтобы это было действительно как аромат настроения, во многом это аромат для дома. Многие его немножко сравнивают и с Асмантусом Флёр Наркотик, и с Асмантусом Муажевским Саншайном, и со многими-многими вариациями Асмантуса, но для меня это такой моноаромат, который немножко и про персики, немножко и про абрикосы, это немножко такая дачная тема, то есть для меня этот аромат пахнет таким, знаете, августом, аромат август, когда сочные персики, созревшие, которые такие максимально в своем соку, и я никогда в жизни не нюхала цветок Асмантуса, поэтому для меня этот аромат про персики. Следующие два аромата, конечно, уже у нас из категории не секс-мужских ароматов, но все прекрасно знаем. Кожа потрясающая, копченая, у меня такого ничего нету в коллекции. Это мой первый аромат, который такой прям мощный, такой немножко черносливовая кожа с флером грубых кирзачей, с флером костра и огня, и немножко который пахнет кетчупом и барбекю, то есть это такая барбекюшная кожа. Очень интересный аромат и очень интересно раскрывается на коже мужской, женской, в вечернее время, в теплое время, прохладное. Очень интересный аромат. И последний аромат, на котором мы завершим эту подборку, это аромат кампус. Я никогда его не тестила, то есть я его подастила первый раз непосредственно в бутике на рукавом в грасе и аромат, конечно, эх, хороший. Он такой, возможно, достаточно простой, он достаточно прост, но это, знаете, вот как базовая история белая рубашка или же черный пиджак или же красная помада, то есть такая классика. То есть классический, пенечный, можжевеловый, возможно, какой-то мужской колонн, но все-таки это версия Eau de Parfum, не забываем об этом, и это если бы колонн держался чуть дольше, то есть он действительно очень интересен, он не банальный мужской какой-то свежак или мужской какой-то хвойный одеголон, нет, все-таки дух грасовской школы здесь слышен, и аромат, на мой взгляд, очень схож с черным перцем от Зелинский, но только если в аромате Зелинский приглушит не роли и приглушит перец, то есть если в Black Paper там все кричит, громыхает и оглушает вот этой мощью, этой концентрацией, то здесь вот эта щепотка, щепотка черного перца, немножко можжевельника, немножко кедра, и это такая история, да, очень многие ее знают, любят, ну, ту кедра в парфюмерии, и не исключение, мне тоже он нравится в разных различных обравлениях, и вот аромат канон, он такой сильный эфир в мир, и знаете, такой аромат тоже должен быть, все усложнять, все время не хочется, хотя касаемо аромата, это, конечно, сюда не относится, здесь это как раз таки можно делать, усложнять, почему бы и нет, но иногда хочется, знаете, вот как я обожаю уже, наверное, на 5 версии или он, такой ролево-цитрусовый, такой вот брызг ледяной, также я люблю и вот такие, вот, знаете, колонево-хвойные, можжевеловые истории, вы знаете, как зажать дома свечу с ароматом хвои, для того, чтобы, как-то, знаете, немножко наполнить свой дом такой нововольной атмосферой, вот кампус, вот, он такой же атмосферный, как, мне кажется, и многие, в целом, ароматы дома я хотела, конечно, снять полное видео обо всех ароматах дома, но я думаю, что это не совсем будет интересно, потому что для того, чтобы ощутить атмосферу этого бренда, нужно непосредственно побывать в самом бутике, то есть у Ребоши, конечно, стоит только малая часть ароматов, которые существуют, там их чуть больше, воспринимаешься иначе, и ты как будто бы каждого просто проникает в каждую твою клеточку и создает какой-то такой вот фильтр, займем это фильтр ароматы, то есть раз Париж, раз Лос-Анджелес, раз Мантус, раз Квир, раз Квир Кожа и так далее. Ну, в общем, не буду долго об этом говорить, я думаю, что я уже достаточно сказала слов, чтобы вас завлечь хоть раз в жизни в Грассе, если вы это не сделали до сих пор, и на данный момент это пока все мои новые ароматы, и пока что, пока что я не планировала ничего нового, разве что наконец-то познакомиться с ароматами снятыми, с продажей, потому что я здесь видела очень много таких представителей, и как-нибудь я обязательно хочу взять со мной телефон и снять вместе с вами первое впечатление за тесты снятых или редких ароматов, или же ароматов, которые не представлены в России, чтобы понять, много ли мы с вами потеряли, или же все-таки нет, ну и конечно же планируем в ближайшее время обновить свой Дирполе от Вильгеева, потому что я его доносила, и вот я смотрю на свои ароматы, и не хватает одного боица, одного из самых любимых, ну что, была очень рада с вами поделиться этими новостями парфюмерами, что смотрите Мой Финал, спасибо, что смотрите это видео, до новых встреч, пока-пока, у вас солнце уже все, уже ослепляет, пора заканчивать.